Всем привет! Друзья, сегодня мы с вами посетим Кабардино-Балкарию. Кабардино-Балкарская республика является субъектом Российской Федерации, входит в состав Северокавказского федерального округа и является частью Северокавказского экономического района. Кабардино-Балкарская республика расположена в центральной части северного макросклона Кавказа. Территория республики разделена на три основные геоморфологические зоны – горную, предгорную и равнинную. Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории субъекта. Равнинная зона охватывает северо-восточную часть республики. Через территорию республики параллельно друг от друга протягиваются пять основных хребтов Большого Кавказа – паспичный или меловой, лесистый, скалистый, боковой и главный, или водораздельный. Из-за расположения в гористой местности в республике вертикальный тип поясности. На равнении и в предгорьях распространен влажный континентальный климат, который в горах сменяется на субарктический. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Июнь, в среднем по показателям, самый влажный месяц в республике. Выпадает больше всего осадков и сильной жары в июне обычно не наблюдается. Первая половина июля очень похожа на конец июня, но осадков выпадает значительно меньше. Во второй половине июля наблюдаются более высокие температуры. Самый жаркий период – конец июля-август. В августе обычно выпадает значительно меньше осадков, чем в июле и сентябре. Малое количество осадков летом вынуждает использовать систему каналов для полива обширных сельскохозяйственных угодий. На территории Кабардино-Балкарии расположены национальный парк при Эльбрусе, Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник и 11 государственных заказников. Леса занимают одну десятую часть территории. В поймах рек – это лиственные леса, на высоте 800-1600 метров, широколиственные и преимущественно буковые, до 2200 метров – хвойные и преимущественно сосновые. До образования современной республики на ее территории были расположены две исторические области – Кабарда и Балкария. Кабарда состояла из двух княжеств – Большая Кабарда и Малая Кабарда – и занимала равнинную и предгорную часть современной республики, а также горную и высокогорную зону в верховьях реки Малки и ее притоков. Балкария, которая была разделена на пять горских обществ, занимала в основном горные и высокогорные районы современной республики. Дело в том, что посещая Северный Кавказ и его республики, в большинстве случаев людям удается увидеть как минимум водопады, которых в кластере очень много. Но существуют достопримечательности, посещения которых вызывают не только восхищение и восторг, загадочность – вот что сопровождает такие места – незведанности тайны, которые хранятся здесь. И ты уже не просто оцениваешь общую гармонию места, а начинаешь собирать головоломку. Когда-то, давным-давно, высоко в горах жили три брата. И все у них было хорошо – богатые стада, обширные пастбища и плодородная земля. И несмотря на то, что земли вокруг было очень много, как-то раз братья поссорились из-за того, что не смогли договориться, кому же будет принадлежать самое дальнее, но самое лучшее пастбище. И своим поступком они разгневали богов. Земля поглотила братьев вместе с животными, и на месте их стоянок образовались три загадочных озера. Расположенные среди альпийских лугов Зольского района Кабардино-Балкарской республики, эти озера до сих пор пользуются дурной славой у местных жителей и невероятной популярностью у туристов. Шатхурэй, или в переводе – круглый омут. Так называются озера, происхождение которых связано с выщелачиванием известняка из-под песчаника и заполнением образовавшейся полости водой. По предварительной оценке, глубина каждого озера – более 200 метров. Точную цифру назвать никто не может, так как озера слабо изучены, и причина кроется в очень развитой системе подводных каналов с мощным течением и водоворотами. Удивительным является и тот факт, что в озера не впадают ни реки, ни родники. При этом уровень воды круглый год остается неизменным. В 1972 году у озер снимали несколько эпизодов фильма «Земля Санникова». В частности, на нижнем Шатхурее снимали жертвоприношение белого оленя, которого поглотил водоворот в центре озера. На фоне верхнего Шатхурея – танец шамана. На сегодня это все. Друзья, надеемся, что, посещая Кавказ, вы не будете скучать. Путешествуйте с нами, путешествуйте сами. Смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok